Ну а новогодние праздники некоторые люди проводят за работой. Говорю я конкретно о кузнецах, и Антонина Шитова знает многое о них. Сейчас и расскажет. Чтобы изготовить одну лавочку с ажурными металлическими деталями, у опытного кузнеца уходит примерно две недели и больше 100 килограммов железа. Зато ломают такую кузнечную конструкцию вандалы за одну ночь, что регулярно и происходит как минимум раз в неделю в парках и скверах крымских городов. Олег Криворученко впервые взялся за работу кузнеца в 25 лет. Обычное увлечение переросло в профессиональную деятельность. За 40 лет изготовил больше 10 тысяч деталей и фигур. В этой кузнеце мы работаем практически во всех стилях. Это интересно, это постоянно что-то новое, когда ты от ренессанса переходишь в модерн или даже в эклектику. Тоже определенный стиль, интересный стиль. Там есть где пофантазировать. Вот именно вот этот процесс перехода, он очень интересен. Работают голыми руками. Так надежнее и лучше чувствуешь инструмент, поясняет кузнец. За все эти десятилетия, я не говорю годы, за эти десятилетия, желание сменить какую-то профессию, расширить, углубить ее. Да, мы постоянно ищем что-то новое. Надоело сидеть в кузнеце, ты уходишь в горы, ты ищешь руду, там, гематиты. Ищешь уголь. У нас в Крыму, кстати, хороший уголь в заброшенных шахтах. Ты ищешь какие-то формы новые среди дерева. Железных дел мастер должен разбираться не только в металлообработке, но и в истории, литературе, архитектуре, медицине, религии и других сферах. Кстати, современные кузнецы и внешне похожи на своих предшественников. Мужчины с крепкими руками и бородой. Кстати, растительность на лице нужна не только для антуража. Борода – это профессиональная необходимость, по большому счету. Борода защищает от излучения. По бороде мы определяем температуру нагретого металла. Процесс горячей ковки не меняется веками. Нагрев, фиксация, удар. А дальше дело за мастерством молотобойца. Мы очень часто изделия предварительно лепим из пластилина, чтобы понять динамику металла, все его аспекты. Потом нужно, да, уже подходит к математике, уже точные размеры, нужно понять, какая должна быть заготовка, какое сечение, габариты. Изготовление одной детали занимает от нескольких часов до нескольких дней. Все зависит от сложности и от объема. В гарни каждую сталь разогревают индивидуально. В основном это до 1400 градусов. После начинается работа на наковальне. Для того, чтобы изделие получилось качественным, с него нужно сбить окалину. Здесь главная точность удара, а не его сила. И не важно, что создаешь. Элемент декора, строительный или сельскохозяйственный инвентарь. Настоящий кузнец в каждое изделие вкладывает частичку души и сердца. Может, именно поэтому работы мастеров крымской кузницы нередко красуются на различных выставках, украшают православные храмы, городские объекты и дачные особняки. Антонина Шитова, Сергей Козырь. Утро нового дня.